Всем привет! С вами вновь Анастасия. Мы продолжаем разбирать задание ЕГЭ теста по русскому языку. 18 задание очень легкое. На его выполнение можно затрачивать не более нескольких секунд. А нам важна там каждая минута, потому что времени и так очень мало на выполнение всего теста. Я считаю, очень мало. Итак, задание 18. Здесь пунктуация в сложно подчиненном предложении. Что требуется от нас? Это всего лишь найти грамматические основы, установить, где находится главная часть, где предаточная, и расставить, соответственно, знаки препинания. Вот, допустим, предложение. Письмо, под влиянием которого я собирался поехать в гости, было длинное и беспорядочное. Первое, с чего мы начинаем, это поиск грамматических основ, то есть подлежащие сказуемое. Кто что письмо? Где к нему сказуемое письмо? Вот оно, было длинное и беспорядочное. Это будет одна основа, то есть главное предложение. Сложно подчиненное. Вспоминаем девятый класс. Дальше. Вторая основа. Я собирался поехать. Это будет вторая основа. Теперь нам необходимо установить границы, где одно предложение, где второе предложение. Чаще всего это будет цифры 1, 4, вот это вот наиболее распространенный случай. Смотрите, письмо, где продолжение этой мысли. Письмо было длинное и беспорядочное. Вот у нас идут, идет главное предложение, а вот предаточное. Письмо какое, какое, под влиянием которого я собирался поехать в гости. Если мы составим схему этого предложения, она будет выглядеть так. Подлежащее. Потом у нас идет слово которого. Это подчинительный союз. Я собирался поехать. И было длинное и беспорядочное. Я составлю как одно, потому что места мало. Вот такая вот у нас получается схема этого предложения. Проходят границы здесь и здесь. То есть письмо, вот здесь граница открывается, предаточное. Здесь граница проходит, закрывается, предаточное. Цифра 1, 4. Давайте поговорим о цифрах 2 и 3. Вот здесь вот стоит цифра 2, всегда будет стоять перед словом который, которая, которого цифра. И ребятишки очень многие почему-то убеждены в том, что перед словом который в предложении всегда нужно ставить запятую. Нет, не всегда ее нужно ставить. Вот как раз 18 задание, в нем будет циферка стоять, но не обязательно, совсем не обязательно 90% того, что здесь запятую перед словом который ставить не нужно. Итак, мы находим грамматические основы. Смотрим сразу письмо. Ну, хоп, ца, у нас цифра, значит нужно насторожиться. Где продолжение? Было длинное, беспредаточное. Все, установили. Все остальное это предаточное. Значит 1, 4. Все. Здесь не нужно ставить. Здесь она ничем не обоснована. Просто идет как бы предаточное. И мы привыкли, что предаточное. Союз стоит вот непосредственно сразу, после запятой. Но здесь именно случай такой, когда перед союзом или союзным словом еще какие-то слова стоят. Не нужно попадаться на эту уловку. Письмо какое, под влиянием которого, здесь не нужно. А здесь она совсем ничем не обоснована. Смотрите, мы даже не меняем интонацию. Мы не делаем никакую паузу. Мы произносим, под влиянием которого я собирался поехать в гости. Все на одной ноте. Потому что где мы ставим паузы, меняем интонацию, там, как правило, стоят какие-то знаки припинания. Как бы чтобы показать на письме, что здесь пауза или смена интонации. Здесь никаких пауз нет. Какие еще случаи? Да. Давайте разберем вот в досрочном экзамене этого года, который доступен уже один вариант досрочного экзамена. И там вот было предложение. Естественно, я его чуть сократила, но суть не меняется. Пушкин с женой остановился у Демута, гостиница которого в то время считалась самой знаменитой в Петербурге. Находим основы. Привыкайте, сразу находясь основы. Пушкин с женой остановился у Демута. Гостиница. Что гостиница? Что делала? Считалась знаменитой. Так, мы разбили на две основы. И что мы видим? Вот это вот первая основа, главное наше предложение. Потом идет у Демута какого. Как правило, здесь будет предаточное определительное. Вот пошла граница предаточного предложения. Гостиница, которого считалась знаменитой. То есть схема будет выглядеть так. Подлежащее сказуемое главного предложения про Пушкина с женой. Потом идет гостиница, ну здесь слово которого была знаменитой. Считалась знаменитой. Пушкин с женой остановился у Демута. У Демута какого? Гостиница, которой считалась знаменитой. Здесь проходит граница между частями сложно подчиненного предложения. Следовательно, мы обязаны это показать, поставив запятую на месте цифры 1. 2, как обычно, не надо перед словом которого, потому что здесь гостиница которого. Это все в рамках одной части. Ну и в то время здесь совершенно ничем не обоснованно. Опять же, смотрим на интонацию, гостиница которого в то время считалась знаменитой. Не меняется интонация. Пауз никаких мы не делаем, запятых никаких не надо ставить. Пушкин остановился, гостиница которого. То есть, может быть, либо вот так это выглядит, но это реже. Чаще всего именно выглядит, что главное и внутри него предаточное. И еще один случай разберем. Еще один. Все примеры, кстати, которые я привожу, они из каких-либо пробников, прошлых лет, этих лет, этого года, от Статграда. Алексей подошел к ручью, на обрывистом берегу которого, часто сидел в детстве, и остановился. Вот даже уже читая по интонации, можно понять, где мы делаем паузу, следовательно, там мы должны поставить запятые. Основы. Кто? Алексей что сделал? Подошел. А еще что он сделал? Остановился. Это Алексей сделал. Алексей подошел и остановился. Вторая основа. Сидел. Это, видимо, он, но здесь нет подлежащего. Где находятся границы? Вот опять же смотрим. Алексей подошел к ручью. Обращаем внимание. Останавливаемся всегда перед цифрой 1 и смотрим. Обрывается здесь мысль. К ручью какому? Пошло предаточное. На обрывистом берегу которого часто сидел в детстве. И остановился. Если мы уберем предаточное из предложения, так еще можно проверить. Убираем предаточное из предложения. Нормально ли мысль? Логически она завершена. Нигде ничего не обрывается. Смотрим. Алексей подошел к ручью и остановился. Очень хорошо все звучит. Схема получается такая же. Алексей подошел и остановился. Это главное. Внутри него предаточное. На обрывистом берегу которого часто сидел. Запятые там, где проходит граница. То есть 1-4. Чаще всего это будет ответом цифра 1-4. Перед которым не нужно ставить то, что на обрывистом берегу которого это единое. И перед частью это тоже просто ловушка. Смотрим, проверяем. Ставим ли мы паузы. На обрывистом берегу которого часто сидел в детстве. Единая интонация. Никаких пауз мысловых, интонационных мы не делаем. Очень просто. Разбиваем на две части. Перед циферкой 1 мы смотрим, продолжается ли данная мысль где-то там. Или не продолжается. Если продолжается, все. Границы провели. 1-4. Чаще всего это ответ. Ну, 80% тестов. 1-4 ответ. Но, опять же, мы должны обращать внимание. Здесь все индивидуально. Какие будут у вас на экзамене, я, естественно, не знаю. И никто не знает. Это будет все во время экзамена. И вы должны быть готовы. Очень хорошо. Решайте тесты. Смотрите мои видео. Я постараюсь вам выпустить как можно больше к экзамену. Подписывайтесь на мой канал, чтобы найти все тесты. Добавляйтесь, друзья, вконтакте. Потому что там тоже масса информации, очень полезной вам для ЕГЭ. Ставьте лайк, если видео оказалось информативным и полезным. С вами была Анастасия. Увидимся. Продолжение следует.